МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нефтяника заброшенный стадион отремонтируют уже в этом году. Выборы все ближе. Облзберком провел жеребьевку среди партий. Трагическая статистика. В Самаре участили случаи падения детей из открытых окон многоэтажек. Каждый день в больницу поступают малыши с травмами. Часто дети, глядя в окно, опираются на москитную сетку, которая не зафиксирована, и вместе с ней выпадает из окна. У многих диагностируют тяжелую черепно-мозговую травму. Нередко она сочетается с повреждениями легких, разрывами внутренних органов с кровотечением. Бывает, что такие падения заканчиваются и гибелью ребенка. Врачи предупреждают, если ребенок упал с высоты, ни в коем случае нельзя его поднимать или переносить до приезда скорой помощи. Единственное, что могут сделать родители, это проверить, дышит ли ребенок, и обеспечить или восстановить дыхание, например, сделать искусственное. Но в первую очередь нужно сделать все, чтобы несчастного случая не произошло. Жарко на улице. Я понимаю, что вы открываете окна, чтобы проветрить квартиру. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш ребенок не может самостоятельно залезть на подоконник и облатиться на сетку. И не показывайте им такого примера, не подводите к сетке. Еще раз прошу, весь август будет жарким, по прогнозу сентябрь будет жаркий. Пожалуйста, обратите на это внимание и сделайте все, чтобы ваши дети были в безопасности. До конца года одним спортивным объектом в Самаре станет больше. В Кубочском районе отремонтируют стадион «Нефтяник». В планах обновить инфраструктуру, освещение и покрытие поля. Когда на стадионе пройдут первые соревнования, узнавала Лариса Шалафаст. Стадион на улице Стадионная в Куйбышевском районе скоро снова станет излюбленным местом для фанатов спорта. Работы идут полным ходом. Старое оборудование уже демонтировали, теперь оно отправится на металлолом. Вместо него на стадионе появятся новые современные трибуны на тысячу мест. На стадионе уже провели ревизию дренажной системы, которая позволит отводить излишнюю грунтовую воду в контейнеры. Скоро территорию покроют специальной пленкой, песком и щебнем. Потом уложат искусственное покрытие и установят оборудование. На сегодняшний день основание поля уже готово. Лабораторию грунтовую взяли, она проходит. Соответственно, после завтрашнего дня начинаем завозить песок. И непосредственно самое первое поле, устройство поля. Реконструировать нефтяник начали еще три года назад. Но работа подрядчика вызвала много нареканий. Неправильно был выполнен ремонт дренажной системы и коммуникаций. В служебном корпусе некачественные полы, отсутствует вентиляция. После проверки городские власти приняли решение некачественную работу не оплачивать. Контракт был расторгнут. Сейчас на площадке работает другая компания. Мы настраиваем подрядчиков на качественное проведение работ. Знаем требования губернатора, знаем ожидания людей, самарцев. Поэтому это принципиальнейший вопрос. Качество и сроки. В проекте капитальный ремонт трибун, хоккейной коробки, баскетбольной площадки, ремонт беговых дорожек, устройство ограждения и система освещения. Обновленный стадион будет соответствовать всем современным стандартам. Завершить ремонт подрядчики планируют уже этой осенью. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Обратить особое внимание на подготовку территории возле школ поручил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подрядным организациям. До начала нового учебного года остается несколько недель, поэтому особое внимание следует обратить на ремонт дорог и разметку. Сейчас знак «Дети», нанесен у 70% учебных заведений. Также там, где перекладывали старые трубы, поручено засыпать все ямы и благоустроить территорию. Все вскрытия, которые касаются школьных, дошкольных и учебных заведений, до 25 числа должны быть проведены и сданы в порядок. Вот эту ситуацию в первую очередь надо сделать. Областная избирательная комиссия утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах депутатов Самарской губернской думы. Жеребьевка прошла по всем правилам. Впервые для этой процедуры применили лототрон. Сначала представители партии определились с очередностью участия в жеребьевке, а затем достали по одному шару с номером. В итоге места распределились так. Под номером один в бюллетене разместился КПРФ, вторая позиция займет «Яблоко», третью – «Гражданская платформа», под четвертым номером – «Коммунисты России», «Справедливая Россия» под пятым, «ЛДПР» под шестым, «Единая Россия» с седьмым номером и восьмую позицию займет партия «Роста». Что же касается бюллетеней, для голосования по одномандатным округам в них фамилии кандидатов будут написаны в алфавитном порядке. Все прошло достаточно четко, замечаний, как вы видели, от участников жеребьевки не поступило, достаточно оперативно было принято решение. Поэтому на следующем заседании мы уже утвердим непосредственно форму избирательного бюллетеня именно в том порядке, в котором сегодня распределились избирательные объединения. Самарцы задолжали областной казне более 4,5 миллиардов рублей. Это сумма за 6 лет. Почти 3,5 миллиарда рублей – неоплаченный транспортный налог. Для сбора старых долгов налоговая разрабатывает новые методы. В ближайшие дни начнется совместная работа ведомства с ГИБДД. На постах ДПС будут проверять не только штрафы, но и наличие долгов по транспортному налогу. В случае их обнаружения автомобиль должника конфискует на месте до полного погожения за должности. Но введения коснутся и выдачи единого налогового уведомления. Теперь его можно будет получить на почте без очереди. Для этого планируют отвезти специальные окна. Для большей экономии времени налоговики предлагают пользоваться электронными ресурсами. Все, что нужно, чтобы подключить этот сервис, это нужно один раз прийти в инспекцию и взять пароль. После этого он может пользоваться всеми благами электронного общения с налоговыми органами. Вы на заявленный адрес электронной почты получаете все документы, соответственно, можете с ними работать. И, соответственно, ходить абсолютно никуда не надо. А теперь коротко о других темах дня. Металлическая пластина на дороге стала причиной ДТП в Ставропольском районе. Авария произошла на трассе М5 «Урал». По данным ГИБДД, неустановленный автомобиль наехал на пластину, после чего она отлетела в Рено «Логан», который ехал позади. Пластина пробила лобовое стекло и попала в пассажирку, находившуюся на заднем сидении. Женщина 50-го года рождения получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Администрация Самары утвердила проект Департамента строительства и архитектуры. Спроектированы новые станции метро и автовокзал. При этом наземная ветка метро выходит от железнодорожного вокзала на магистраль Центральную, через Крымскую площадь. Проект предполагает обустройство и реконструкцию территорий в границах улиц Огибалова, Красноармейского, Урицкого и Мечникова. Так, под Комсомольской площадью планируется построить подземный паркинг и пустить скоростной трамвай. Самарские полицейские прикрыли нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Он располагался на складе в Ставропольском районе. Оперативники обнаружили и изъяли более 31 тысячи литров спирта, содержащей жидкости, находившейся в полимерных канистрах объемом 10 литров. А также почти 5000 готовых к реализации стеклянных бутылок с алкогольной продукцией, коньяком и водкой. Предположительно к совершению преступления может быть причастен житель Калуги 66-го года рождения. Он задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Автоваз возобновил работу после планового ежегодного отпуска. С этой недели на предприятии введен режим пятидневной рабочей недели. С конвейера уже сошли первые автомобили. Во время корпоративного отпуска на заводе была проведена профилактика и модернизация оборудования. Улучшены условия труда работников Автоваза. За неприличную рекламу ответят. Федеральная антимонопольная служба признала факт нарушения рекламного законодательства со стороны строительной компании. Основанием для рассмотрения рекламы послужило обращение жительницы Новокуйбышевска. Возле своего дома на улице Молодогвардейской она увидела рекламу, в которой присутствовало нецензурное выражение. Комиссия Самарского УФА с Россией признала рекламу ненадлежащей. За дерзкий маркетинговый ход фирме грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. Танцы, шашки и футбол. Так в промышленном районе Самара отметили День физкультурника. На площадках в сквере Родина можно было изучить сразу несколько видов спорта, в том числе и современное мастерство молодежи, удивлялась Валерия Макарова. Сальто назад и вперед, с места и в движении. Паркур в Самаре появился не так давно, 10 лет назад, но покорил сердца многих парней. Для них это и спорт, и искусство. Я начал заниматься в 13 лет. Для меня это было что-то нереальное. Просто посмотрел разные фильмы, там как Ямакаси, 13-й район. Мне это просто вскружило голову. Я решил, а почему? Я что, хуже, что ли? Я хочу тоже научиться. И начал протисковать. Спортивный праздник в промышленном районе удивляет своим разнообразием площадок. Футболисты до матча разминаются не на поле, а за партией в шахматы. Рядом показательные выступления по спортивным танцам. Они развиваются, развиваются физически, развиваются умственно. Я тебе вспомню девиз древних. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть быстрым – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Любой мальчишка, девчонка, они же смотрят. Кто-то однозначно, кто-то вот с сегодняшнего праздника захочет тоже пойти заниматься либо в спортивные танцы, либо там в ушу, в карате. Это практика жизни. То есть ее вообще никто не отменяет. Это работает. Наглядный пример. Спорт-праздник прошел под девизом «Спорт – уда, наркотикам нет». Для тех, кто болен спортом, на нездоровые зависимости времени просто нет. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Многострадальная 13-я поликлиника наконец переедет в новое здание. Губернатор проинспектировал железнодорожный район Самары. Спорт добрался до окраин. Зубчининовки в сентябре откроют первый фок. Не минуты покоя. Жители улицы Тракторная жалуются на шум от проезжающих мимо грузовиков. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok